Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И отталкиваясь от двух текстов, это Евангелие от Луки, 2 глава, 8 стих, и Евангелие от Матфея, 2 глава, с 9 по 11 стих, мы рассмотрим сразу два вопроса. Как пастухи могли пасти овец в декабре? И сразу второй вопрос. Пещера или дом? Итак, сначала прочитаем Евангелие от Луки, 2 глава, 7-8 стих. Предваряя это чтение, я напомню, что есть сектанты, которые сомневаются в том, что Рождество Христово было в декабре по старому стилю, так как в декабрь на Святой Земле даже выпадает снег, и как можно пасти овец в декабре? Например, так думают свидетели Иеговы, организации, запрещенные в нашей стране. И действительно, что делали пастухи в такое время года в поле? Давайте внимательно прочитаем текст. «И родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли». Ясли – это кормушка для скота. Такая кормушка для скота могла находиться только в пещере, где был загон для скота. «Потому что не было им, то есть святому семейству, места в гостинице, так как много людей пришли на перепись населения, в той стране были на поле пастухи». Наверное, свидетели Иеговы невнимательно читают далее. «Далее сказано, которые содержали ночную стражу у стада своего». Они не пасли овец в декабре, скот в декабре не пасут, они содержали ночную стражу. А животные находились в пещерах, которые во множестве в этой местности. И это были пещеры для загона скота, и там были ясли, кормушки для этих животных, а пастухи только охраняли это место. И в то же время, когда мы читаем Евангелие от Матфея, там не рассказывается о пришествии пастухов, но там рассказывается о пришествии волхвов. Евангелие от Матфея, 2 глава, 9, 11 стих. «Они, то есть волхвы, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом» – здесь мы видим, что волхвы входят в дом, а не в пещеру – «увидели младенца с Мариейю, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, как царю, ладан, как Господу, и смирну, как человеку, которому предстояло умереть». На иконе мы видим, и на разных картинах мы видим, что в яснях лежит богомладенец. С одной стороны его приветствуют волхвы – символ человеческой мудрости, с другой стороны пастухи – символ человеческой простоты, и те, и другие склоняются у яслей Христа Спасителя. Но икона – это символическое изображение. А фактически ситуация была так, что, скорее всего, вот эти пастухи, которые действительно пришли в пещеру, они, возможно, туда и пустили святое семейство, потому что они видели их положение, и они оповещены были ангелами, кто там родился в этой пещере. Конечно, они могли предоставить жилье в самом Вифлееме, и потом до переписи Иосиф, Мария и младенец Иисус находились в этом доме, потому что волхвы приходят не в пещеру, как мы видим у Матфея, а именно в дом. Войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав поклонились ему. Таким образом, противоречия устраняются. Волхвы пришли в дом, пастухи пришли именно в пещеру, пастухи пасли овец, нет, они караулили овец. В этих пещерах они находились, а кормилися животные скот в это время той соломой, которая запасалась тем кормом, который запасался для них на зимний период. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Спасибо вас, Господи! Субтитры сделал DimaTorzok